Польские делегаты – представители полутора десятков компаний и организаций страны-соседки. Сфера их деятельности и интересов деревообработка на Брещене впервые, но надеются, что визит не последний. В нашей стране ищут партнеров и возможности для сотрудничества. Наша палата впервые в Бресте. Цель визита – налаживание контактов между польскими и белорусскими бизнесменами, работающими в сфере деревообработки. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Изначально планировали и хотели закупать в Беларуси просто древесину. Однако получили информацию о том, что есть лимиты, ограничения на ее вывоз. Потому сейчас ищем партнеров, у которых сможем покупать уже обработанное в той или иной мере дерево, так называемый полуфабрикат. Белорусская сторона была представлена меньшим количеством предприятий, хотя приглашения получили многие. Вероятнее всего, далеко не все члены бизнес-сообщества региона разделяют мнение о том, что под лежачий камень вода не течет. Те же, кто был на встрече, уверены, такая презентационная форма работы – требование времени и необходимость. На сегодняшний момент я произвожу продукцию из сибирской лиственницы. Это садовый паркет, гамаки и брелочки. Это настил для пола, который можно использовать в ванных комнатах, в банях, на террасах, на балконах. В принципе, везде, где вы хотите видеть дерево. Самый главный его плюс в том, что он быстро монтируется. То есть вы купили, сложили его как конструктор и все. Если вам надо убрать, вы убрали, переехали на другое место, сложили там. Главный принцип, что вы не тратите время на то, что там попилить доску, прикрутить, покрасить. То есть мы уже все сделали, скажем так, за вас. Компания наша производит однополосную двуслойную инженерную паркетную доску. Наше предприятие было организовано в 2008 году. А в 2013 году мы реализовали инвестиционный договор. Построили в деревне Чернавчице завод по производству данного продукта – инженерную паркетную доску. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие даст возможность, как нам, как предприятию, о том, что больший круг людей узнает о том, что в Беларуси, конкретно в Брестском районе, в Чернавчице, производят паркетную доску. Контакт на кооперационная биржа формат имела открытый и свободный. Изначально в программе было предусмотрено проведение пленарного заседания. Однако позже организаторы решили, что диалог бизнеса, а тем более заинтересованного бизнеса, с глазу на глаз будет более продуктивным. Насколько продуктивным, покажет время. Деревообработка является одной из наиболее перспективных направлений нашего сотрудничества с польской стороной. Главная наша цель – это привлечь сюда инвестиции, людей, готовых работать, привозить свое оборудование. И, собственно говоря, превоплощать в жизнь более масштабные планы и более глубокую обработку древесины, чтобы не экспортировать пиломатериалы, а производить какую-то конкретную продукцию высокого качества. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...